Борис Александрович О повести Бориса Алмазова «Я иду искать» нам расскажет библиотекарь отдела отрочества Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Галина Коротких. Книга Бориса Алмазова «Я иду искать» впервые попала ко мне в руки около года назад. Но, как выяснилось, за новенькой обложкой скрывалось давно забытое содержание. Книга была написана в 1982 году и почти спустя 40 лет переиздана. Для меня эта книга особенная. Она удивительно сочетает в себе простоту слога и очень глубокое содержание. Сюжет книги разворачивается в 80-х годах прошлого столетия. Главный герой – шестиклассник Костя Макаров по прозвищу Макарона. Он отличник, но хорошо учится, увы, не ради знаний, а чтобы заслужить поощрение родителей. Они обещали ему новые джинсы, редкую и дорогую обновку в то время. Костя сам говорит о себе буквально на первых страницах повести, что у него точно все просчитано. Когда руку тянуть, а когда лучше заболеть, чтобы в табеле одни пятерки были. Нужно сказать, что родители мальчика такое отношение одобряют и регулярно стимулируют обновками. В этой семье только дедушка Костя Сергей Тимофеевич другой. И из-за этого у всех с ним конфликт. Он совсем недавно начал жить с ними, приехал с севера и, несмотря на преклонный возраст, сразу устроился работать на завод. Костю и его дедушку разделяют несколько поколений. Сергей Тимофеевич был участником Великой Отечественной войны и, видя, ради чего внук пытается заработать хорошие оценки, он просто потрясен. Ветеран просто не может понять отношение мальчика к тем возможностям, которые дарит мирная, счастливая жизнь. Но в начале повести Костя Макаров этого совершенно не понимает и итоговую контрольную перед Новым годом решил пересидеть на школьном чердаке, чтобы не портить оценки. И там он находит старый альбом, фотолетопись школы с 1940 по 1950 годы. На первом листе этого альбома – желтая фотография «Трое военных и пионеры». Вот с этой фотографии начинается настоящая детективная история. Школьники вместе с Костей ставят себе непростую задачу – найти людей с этой фотографии и узнать, как же сложилась их судьба. Шаг за шагом юные герои книги ведут свои поиски, погружаются в документальные свидетельства, многое узнают и, наконец, меняются сами. Удивительное преображение ждет и главного героя – Костю Макарова. Чтобы понять, в чем смысл этой книги, достаточно задать себе вопрос. А что такое военная фотография, которой несколько десятков лет? Для кого-то – просто клочок бумаги, а для кого-то – бесценная реликвия, память. Несмотря на то, что главный герой книги – шестиклассник, на мой взгляд, она не имеет возрастных ограничений. Взрослым тоже будет интересно и полезно ее прочитать. Повесть «Я иду искать» – отличный способ посмотреть на себя со стороны, оценить себя глазами тех людей, которые воевали. И, конечно, переосмыслить значение собственной жизни. Их было 20 миллионов. Вот если бы их поставить плечом к плечу, в одну шеренгу, они вытянулись бы строим на 20 миллионов метров. Это значит, человек выезжает на поезде из Бреста во Владивосток, а они вдоль насыпи стоят. Неделями идет поезд, а они все стоят. И смотрят на меня. Какой я? Повесть Бориса Алмазова «Я иду искать». Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова